Мы продолжаем говорить об американской революции в рамках лекции «Атлантические революции. Американская и французская революции». И переходим, собственно, к разговору непосредственно об американской революции. Если вы помните предыдущий эпизод, мы закончили на разговоре о знаменитом акте о гербовом сборе 1765 года, который вызвал ожесточенную и очень резкую резолюцию Конгресса 13 колоний. Уже на следующий год, в 1766, акт о гербовом сборе был отменен. Однако это не снизило напряженности в отношениях метрополии и колоний, и это нельзя было считать победой американских колонистов. Они выиграли небольшое сражение, но война была еще впереди. В мае 1773 года британский парламент принимает чайный акт, резко повышающий пошлины на чай. Возные пошлины на чай, разумеется, для американских колоний. Колонисты реагируют на это филадельфийскими резолюциями, где выражают свое возмущение происходящим и фиксируют недопустимость того, сложившейся ситуации. Но это пока реакция еще конвенциональная, в русле, если угодно, парламентских дебатов. Хотя, конечно, это не парламент уже. Но в декабре 1773 года в Бостоне группа из примерно сотни человек, так называемых сынов свободы, переодевшись в индейские костюмы, пробирается на британские суда, стоящие на бостонском рейде в гавани, суда, груженные чаем, и выбрасывает чай в воду, в море. Собственно, это событие получило название «Бостонского чаепития». Это было уже совершенно неконвенциональным выступлением со стороны колонистов. То есть, если до этого момента можно было продолжать разговор на языке парламентских актов или резолюции конгрессов ответных, и как-то пытаться играть на этом поле, после бостонского чаепития, такое стало уже невозможным. И в 1774 году, с марта по, собственно говоря, июнь, британский парламент принимает целый ряд актов, которые в американской историографии получают общее название «нестерпимых». Собственно, что туда входило? Во-первых, закрытие бостонской гавани для торговли. Во-вторых, введение внешнего управления в Массачусетсе и приостановка самоуправления. В-третьих, дополнительное расковартирование крупного контингента британских войск. И еще несколько документов. Я назвал три, наверное, самых одиозных, но были и еще. Соответственно, в ответ на это в октябре 1774 года колонисты собирают первый континентальный конгресс. Собственно, на этом первом континентальном конгрессе принимается решение о начале войны. И начинается в 1775 году уже, начинается война, которая продлится до 1781 года, а до юре до 1783 года, та война, которая, собственно, и получила название «Войной за независимость». Уже в условиях этой войны в 1775 году собирается второй континентальный конгресс, важный тем, что на нем в ходе его собственной работы будет выработана и представлена конгрессу на утверждение знаменитая декларация независимости Соединенных Штатов Америки. Об этом я еще чуть позже скажу. Собственно, война за независимость очень четко делится на два периода. Первый период может быть охарактеризован как внутренний конфликт, то есть конфликт, в который вовлечены исключительно британские колонии с одной стороны и британская митрополия с другой. Собственно, для колонистов это уже война за независимость, они себя называют уже не англичанами, они себя называют американцами, они мыслят себя и видят себя как самостоятельный политический субъект. Но для британской короны до 1777 года, до конца 1777 года, это на самом деле то, что сейчас назвали бы антитеррористической операцией. Это подавление взбунтовавшихся колоний. Здесь, соответственно, война начинается, но об этом очень много написано, поэтому я просто привел здесь основные даты. Война начинается с знаменитого сражения при Лексингтоне и Конкорде, первая серьезная победа колонистов в апреле 75-го года. В мае колонисты берут в осаду Бостон и достаточно долго ее успешно держат, британцы пытаются ее прорвать и не преуспевают. И, что важно, колонисты берут форт Тикон-де-Рога. Почему это важно? Потому что в результате успешной операции по взятию форта, ну, помимо того, что колонисты разживаются хорошим оружием, это понятно, с каждой победой, с каждой их победой, их вооружение и обмундирование улучшаются. Но важно то, что в результате взятия форта Тикон-де-Рога колонисты получают в свои руки тяжелую артиллерию, с помощью которой они могут угрожать уже в том числе британскому флоту, если тот попадает в зону обстрела. В августе 1976 года следует одно из ключевых сражений этого этапа войны, сражение за Лонг-Айленд, в котором армия Джорджа Вашингтона, которая, собственно, командует армией повстанцев, армией колонистов, схватывается с британскими отрядами генерала Хау. Победа... Ну, здесь сложно сказать, что победа остается за колонистами или победа остается за британцами, но тактическая победа в сражении за Лонг-Айленд остается за колонистами. То есть ни одна из сторон не была разбита на голову, но в лучшем положении остались колонисты. Затем следует несколько разной сложности и разного масштаба сражений. Это сражения при White Plains, это Трентон, это знаменитая битва при Саратоге. Но, собственно, в этот момент происходит кардинальное изменение хода войны, происходит кардинальный перелом в ходе войны, потому что в 1978 году в войну вступает Франция. И война, обратите внимание, сразу перерастает, сразу переходит из разряда антитеррористической операции, подавления повстанцев или, как хотите, восстановления конституционного порядка в взбунтовавшихся территориях, она сразу переходит в разряд международного конфликта, международного противостояния. Причем понятно, почему Франция считает нужным вступить в войну. Для Франции это прекрасный способ сквитаться хотя бы немножко за Семилетнюю войну, в которой французы потеряли все, что могли потерять. И, собственно, во Франции в этот момент новый король, да, уже не Льдовик-15, а Льдовик-16, и вот для него это, ко всему прочему, и способ сквитаться с Англией, и способ провести маленькую победоносную войну. Поднять свой престиж как военного лидера страны. Соответственно, понятно, почему в эту войну дальше вступают остальные. Дело в том, что конфликт, который длится уже на тот момент три года, привлекает внимание крупнейших держав. Собственно, и Франция, и Испания, и Россия, и скандинавские монархи. Они видят что? Они видят, что британцы уже третий год не могут замирить свои заокеанские колонии. Они видят, что колонисты успешно три года подряд отбивают атаки британских войск и сами наносят очень существенные удары. И, собственно, те, кто это видит, понимают, что это, во-первых, прекрасный, повторюсь, способ, я немножко повторяюсь, сделать неприятно Великобритании. С другой стороны, это просто, как бы сказать, хочется поддержать таких упорных бойцов. Туда едут отряды добровольцев. Там сражается, в частности, знаменитый польский патриот Тадеуш Костюшко. Там французским контингентом командует генерал Лафайет, один из будущих героев революции во Франции уже. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Там очень много ярких людей сходится, да. И в 78-м Франция, в 79-м в войну подтягивается Испания. У Испании там еще и свои интересы. Мы помним, что значительная часть Луизиана испанская. Екатерина II, как вы знаете, в войну не вступает, но провозглашает декларацию о вооруженном нейтралитете. Фактически доброжелательном нейтралитете по отношению к воюющим колониям и враждебном нейтралитете по отношению к байтанцам. Ну и, соответственно, в результате еще трех лет войны, в 81-м году следует знаменитая битва при Ньюпорте, где британцы капитулируют, и эта капитуляция фактически подводит итог войне. После этого серьезных сражений уже не осталось. Британцы еще два года будут удерживать Нью-Йорк, но основные их силы уже будут разбиты и будут постепенно отводиться из нового света. Война на этом, по большому счету, закончится. Официально война будет закончена Парижским миром 1783 года. Вот здесь я прокомментирую иллюстрацию, с вашего позволения. Вы видите фигура пятого члена американской делегации с правого угла слайда. Она не дописана там, как будто художник не довел работу до конца. На самом деле перед нами обрезанная фреска. Ее вторая половина на самом деле не доработана до конца. Почему? Потому что британская делегация, которую тоже должны были написать, это вообще-то должна была быть фреска подписания Парижского мира, британская делегация отказалась позировать. Но, собственно, Парижский мир, основные его условия перед вами на слайде. Что, если попробовать их суммировать коротко? Больше всего от этого выиграли, конечно, американцы, поскольку Британия признает независимость Соединенных Штатов Америки и на карте мира появляются новые государства. Франция, Испания, Нидерланды получают свои небольшие кусочки, относительно небольшие, конечно, от Британии. Ну, такая вот, знаете, компенсация за участие. Вот, Британия теряет свои колонии, хотя сохраняет еще подконтрольные именно ей территории в Северной Америке, просто не входящие в состав 13 колоний. В частности, подконтрольным Британией остается доминион Канады. 25 ноября 1783 года, официальная дата окончания войны, когда британские войска оставляют Нью-Йорк. День, который отмечается до сих пор как день эвакуации. Соответственно, чем оформлялась американская независимость? Про декларацию независимости, извините, пожалуйста, я уже сказал, да, 4 июля трое авторов, Франклин, Адамс и Джефферсон, представляют Конгрессу составленный ими текст декларации независимости, который открывается знаменитым утверждением. Одним из первых идет это знаменитое утверждение, которое знают буквально все, что всякий человек обладает правом на жизнь, свободу и стремление к счастью. Четырьмя годами после окончания войны, в 87-м, Конституционное собрание, собравшееся еще пока в Филадельфии, принимает Конституцию Соединенных Штатов. В 1789-м принимаются первые 10 поправок Конституции, которые получают в совокупности название Билля о правах. Здесь внимательно не надо путать с британским Биллем о правах 1689 года. Собственно, вот с этого, с этих шагов, да, с декларации независимости, войны за независимость, и дальше, наконец, Конституция и Билль на правах, вот с этого начинаются первые шаги нового государства, о первых десятилетиях существования которого мы и поговорим в следующем эпизоде лекции. Спасибо.